29 января 2021 года. Теперь я сказала дату правильно. В прошлый раз вы заметили, что я перепутала? Ты знаешь, что я перепутала дату? Февраль, да. Я сказала февраля, напугала половину зрителей, а другая половина подумала, что это старый выпуск. Нет, выпуски у нас все честные, мы действительно снимаем их вот сейчас. В 2021 году просто я ошиблась, перепутала месяц. Прошу прощения. Ну вот, а сегодня мы отправились на прогулочку вечером. Сейчас уже у нас вечер. Связано это с тем, что целый день лил дождик. Ну и плюс была куча работы и на топусе, и с детками учёба. Весело было. Весело было. И вот было настолько весело, что я даже не успела... Ёлки убрать. Ёлку убрать само собой не успела. Я ещё не успела подготовиться и придумать, куда мы сегодня пойдём. Но мой муж сказал мне, дорогая, сегодня вас всех, и тебя в том числе, поведу я. Так что полная тайна, куда мы сейчас отправимся. Я уже знаю, что мы находимся в районе греческой колонии в Иерусалиме. Но вот куда мы пойдём, я не знаю. Так что давай... Греки — это не только в старом городе, не только в патриархии, это в разных районах Иерусалима. Мы находимся на территории греческой колонии. И видим пока что хрущёвку, самую настоящую. Вот такие здания у нас строили в 50-е, правильно? В 50-е годы. То есть хрущёвки. Годы это строили... Ну, скорее всего, я так думаю, это строил жилищный кооператив. Я угадала? Да, да. Не греки, кстати. Вот это как раз... Мы потихонечку расскажем о том, как характер района сильно менялся после основания государства Израиля. Ну, а начинаем мы отсюда именно потому, что нам хотелось показать, что в Иерусалиме есть разные дома. Вот теперь вы видели, что дома есть действительно очень разные. Есть и вот такие с маленькими квартирками, очень простенькие. Собственно говоря, красиво здесь, ну, только сады. Вот сады, конечно, да. Но здесь ведь и раньше были сады, да, если я не ошибаюсь? Это лимонные деревья. Также есть щёлковые деревья. Шелковица. Да-да-да. Здесь много шелковиц. Мы иногда даже летом... Нет, когда у неё сезон? Летом. Летом, да. Мы приходим с девчонками собирать сюда иногда. Ну, давай, рассказывай нам, пока мы идём немножко. Вот мы сейчас идём от улицы Эмик Рифаима, которая находится как раз сзади нас. Да, вот мы сейчас вам это всё покажем. Вот оттуда мы пришли. Это улица Эмик Рифаима. Как раз немецкая. То есть это долина Рифаимов. Мы стоим... Но она продолжается и в ту сторону, где поезд. Те, кто на Топусе смотрели мою прямую трансляцию, экскурсию онлайн про железную дорогу. Помните, мы гуляли по железнодорожному парку? Можете сейчас в записи посмотреть. Там она стоит на главной странице, кто ещё не смотрел. Вот долина Рифаимов и в ту сторону идёт, и в эту сторону. То есть долина-то большая, и по ней идёт не одна улица, получается. И вот мы сейчас и идём. Киска, 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 брысь на дорожку, не садись. Вот такие у нас красавцы, смотрите. Мурочка, ну иди тебя поглажу. Ты посмотри, какая ж ты хорошенькая. Кисенькая, кисенька-мурысенька. Так, ну вот мы идём с вами дальше. И на какую улицу выходим? Ну, сейчас улица называется Егусуа-бинун. То есть улица в честь Иисуса Новина, завоевателя Ханаана. Однако, стоит нам сказать о том, что вот эта вот улица... Можно стоять там, там мало машины, тогда улица во всей красе будет видна. Так, переходим, чтобы во всей красе... Ага, ух ты! Смотрите, какая панорама. Это центральная улица греческой колонии. До сих пор есть тут какие-то даже греческие семьи, которые даже живут здесь до сих пор, но они уже в меньшинстве. И так, что улица в честь Иисуса Новина, но изначально эта улица была как раз в честь архимандрита Ефимия. Так что это была улица Ефимия. Погоди, так это тот самый Автимий же наш. Помните, в старом городе есть Шук Автимий, рынок Ефимия? Вот прямо около храма гроба Господня, когда вы, если выходите из храма гроба Господня, идете налево и попадаете на такую небольшую как бы площадь с колоннами. Около Муристан, да. Да, и там дальше идут торговые ряды. Так это тот самый архимандрит Ефимия? Это тот же самый архимандрит, который заботился не только о греческое присутствии, а вообще о христианской присутствии. Он был начальником храма гроба Господня. И благодаря пожертвованию в основном от славянских и от русских паломников, он смог и старый город облагородить, и также приобрести вот этот участок, который был очень большой. Это тысячи дунанов каких-то. То есть тысяча квадратных... Один дунам это тысяча квадратных метров. Представляете, тысяча дунанов. Дунам большой очень район. Да, и вот просто жалко пропустить вот эти разные старые дома. Вот такие домики тут построили. Покажи тоже сверху, чтобы было видно. Надо понять, что вот нынешние владельцы, конечно, не имеют никакого отношения к тем людям, которые построили этот район. То есть сам Ефимий смог приобрести этот огромный участок недалеко от немецкой колонии. И вот что они делали. Ты можешь дальше рассказать. Ты знаешь эту историю. Да, я эту историю знаю. Постараюсь сейчас её припомнить. По-моему, они решили, чтобы... Ну, как знаете, на Востоке-то люди обидчивые. Как ты участки раздашь? В принципе, намерения-то были какие? Старый город был жутко-жутко перенаселён. И нужно было дать христианам возможность строить себе дома уже за стенами старого города. Но если бы было просто подарить, например, земли, да, или продать одному, другому, на всех не хватит, будут обиды. Почему этому дали или продали, а не мне? И тогда он устроил лотерею. Устроил лотерею, но условие было, что каждый, который получает участок, должен на свои собственные средства построить эти дома. И также ухаживать за чистотой и за порядком. То есть, в общем-то, скажем так, те, кто здесь поселились и первые дома построили в греческой колонии, это были, скажем так, состоятельные христиане из старого города. Знаете ещё почему состоятельные, а не бедняки? Потому что в то время, это сейчас, это центр Иерусалима, а тогда это было за стенами и довольно далеко от старого города. Это считалось небезопасно жить вот так на Атшибе. А у богатых уже у некоторых были автомобили, то есть они уже могли как-то добираться. Здесь был престижный район, потому что рядом была немецкая колония, которая была довольно, я бы сказал, по стандартам была очень хорошая. Но здесь были свои проблемы, это правда. Канализации здесь во времена британского мандата не было. Здесь были свои проблемы. Вот прямо классический греческий домик, как будто мы в какой-то греческой деревушке с вами. Греческий палестинский, он имеет свои особенности, архитектор и некоторые из них. Один из знаменитых архитекторов был такой Спиро Хури. Спиро это Спиридон, знаете? Да, 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 да. Вот, я не помню точно, если это он строил этот конкретный дом, но он много из них построил. Здесь у каждого дома есть своя история, разумеется. У нас с вами не экскурсия, у нас, в общем-то, прогулка, поэтому... Вот, смотрите, здесь явно строили второй этаж. Видите, у дома уже надстроили нынешние, может быть, владельцы, да, а может быть, ещё и до этого. Вот, вот отсюда улица очень красиво выглядит. Давайте ещё поговорим тоже о греках здесь, потому что в 20-30-е годы усиловалось присутствие греков в Иерусалиме. Каким образом? Дело в том, что, как вы знаете, после революции, после Первой мировой войны, не только перестала существовать царская Россия, которая была покровителем очень много христиан на Востоке и на греко-язычном мире, но также и обрушилась Османская и Турецкая империя. А вот, ну, во время турецкой владительства, конечно, христианам было не так легко, но после того, когда появилась новая Турция, было ещё хуже. Потому что появился турецкий национализм. Мол, если ты греко-язычный или армянин, или христианин, живёшь на территории современной Турции, тебе не место. Так они считали. И таким образом увеличивалось количество греческого населения именно в Иерусалиме. Так что вот этот, можно сказать, что золотой век греческого присутствия здесь, это были в 20-30-е годы. Вот мы справа проходим, ну, необыкновенно красивый дом. Он как раз единственный из домов в греческой колонии, который выделяется своей шикарности. Потому что большинство дома здесь маленькие, скромненькие, а это четвёртый, четверёхэтажный дом, да? Угу. Вот. Был построен изначально именно для того, чтобы арендовать. А, сдавать в аренду? Вот из тут квартиры сдавали в аренду? Ух ты, здорово! Это называется дом семейства Харуфа. Это как раз богатая семья из Бейджала. Вы, наверное, много из вас знаете про Бейджала. Где храм Николая Угодника? Где храм Николая Угодника, где недалеко от Вифлеема. Вот. Так что это было одно из богатых семейства Бейджала. И среди этого семейства была вот такая Мэри Харуфа, которая была главная, как это по-русски называется, которая одежда. Портниха. Портниха в старом городе. И это надо понять. Портниха это было не просто. Это просто. Здесь тогда жили англичане. Здесь жили тогда. Действительно была такая особая европейская элита. И, естественно, сдавали здесь квартиры для людей тоже богатых. Так что, видите, здесь даже камни из Бейджала. Вот видите, вот это немножко дом, несмотря на то, что темно, если вы посмотрите внимательно и на арки, и на вот эти красные камушки, это типичное строительство в стиле Бейджала. Это Бейджальский наш, Бейджальский известняк. Это не мрамор Бейджальский, но Бейджальский известняк. Он с примесью мрамора, по-моему, да? Поэтому он розовенький такой. Это я не знаю, но вот я знаю, что они всегда такие розовенькие бывают. И тут как бы то, что интересно, что приплетено там один из кирпичей такой белый, другой такой как бы розовый. И это, конечно, очень-очень вот красиво. В наши дни, однако, это место, это принадлежит еврейской организации Бейтнатив, как мы уже видели. Вот видите, этот домик тоже. Это один из единственных, где до сих пор проживает православная семья. Надо понять, что эти дома и греки, которые здесь живут, они светские люди. То есть они, конечно, ходят в церкви, имеют отношение к патриархии и так далее. Но это светский район, и они не монашествующих и так далее. Но здесь как раз дом, где семейство Циферис, как бы. Это знаменитый археолог. Это он открыл Вифсаиду, он открыл Курси. Курси – это место исцеления Гадаринского Бесноватого. Бытили моно-дерево тут уже. Да, Вифсаида – это родина апостолов Петра и Андрея. Он раскопки вел на Святой Земле. Он, кстати, был архимандритом. Ну, до этого, да. А потом ушел из монашества. Такая грустная немножко история. Но всю жизнь, по-моему, он жил в Иерусалиме, да? Да, был церковный человек, как бы, просто женился потом. Да, ну, такое тоже, видите, бывает. Но это выдающиеся ученые. Его признают и израильские археологи. Да, кстати, со всемирным именем, короче. Циферис, да. Моего папа был тоже друг его детства, потому что мой папа вырос в Катамонах. Был как раз тоже некий Александр, который, его семья вообще приехала сюда, из Корфу. А вот то, что мы видим сейчас, это главный культурный центр. Вот отсюда будет виднее. Здесь даже написано Greek Community of Jerusalem. Ага, вот на табличке. Это тоже, это не церковная территория, это светская, как бы, территория, греческая община, не старогородская, а именно, которая живет здесь. Или некий? Кинотис. Иерусалимон. Greek Community of Jerusalem. Греческая община. Это греческий клуб наш. Да, здесь есть несколько зданий. Просто сейчас здесь закрыто, но иногда, ну, еще и коронавирусы. Но здесь часто бывают какие-то или выступления, или какие-то на праздниках, или на день, там, освобождения Греции, бывают какие-то танцы. Тут есть зал для танец. Тут есть место, где раньше преподавали греческий язык. Тут есть дом, где проживают просто люди. И тут есть совершенно греческий кот. И сад, как бы. Ну, сад такой похож на то, что мы в Афинах даже видим, как бы, иногда. Сейчас мы руку просунем и увидим лучше. Ну, вот. Вот так нам видно немножко больше. Кот, не толкайся, пожалуйста. Я просунула руку через ограду, потому что, к сожалению, сейчас закрыто. Если бы не коронавирус, они очень дружественные. С ними можно было бы даже договориться, чтобы поснимать внутри. Но, к сожалению, сейчас у нас все на особым режиме. Так, тебя тоже показать. Ну, сейчас и тебя покажем. Киска пожелала быть в кадре. Вот она вылезла на нашу сторону и глядит на вас. Иерусалимский кот из греческого православного клуба. Вот ты какой красавчик! Ну, что ты нам скажешь? Нет? Сказать ничего не хочет. По-моему, спрашивает, нет ли у нас чего-нибудь вкусненького. Но, увы. И так. Смотри, здесь еще вот такое вот странное здание. Маленькое. Так, а что это такое за маленькое уютное здание? До недавнего времени... Ну, что до недавнего? До 30 лет назад еще здесь был какой-то киоск. А, да? Если я не ошибаюсь. Да. Вот. Дело в том, что в Иерусалиме всегда была проблема по субботам найти место, где можно идти дальше. Где можно кое-что купить. По субботам. Вот как раз у неевреев было... Имели право продавать или разные товары даже в субботу. И вот здесь как раз был такой... Магазинчик маленький греческий. Ой, как здорово! Наверное, здесь продавали греческий йогурт, лукум, еще что-нибудь, кофе. Ну, напитки для богемных. Ну, потому что в 70-е годы и в 60-е очень любили здесь жить богемные вот такие израилетяне. Ага. Ну, чтобы коньяк там сидеть под гитарой, там, не знаю, как всего-то. А вот какой дом красивый! Вы только поглядите, какой особняк! Ну, опять же, дорогие, здесь у каждого дома есть своя история. Сейчас их все мы рассказать не сможем. Обещаем сделать качественную экскурсию на Топусе. Да, сейчас уютно просто гулять. Я вам расскажу про каждое семейство, которое здесь гуляет. Да, Рафаэл нам обещает экскурсию полноценную на сайте Топус. Есть тут еще одно здание, пока еще не совсем темно. Да, пойдемте. Сейчас будем просто наслаждаться атмосферой и общими сведениями такими о нашей греческой колонии. Вот, ну, надо... Вот этот тут контраст очень хороший есть между вот этот вот дом... Так, давай еще раз, а то тебя было не очень слышно. Вот здесь большой контраст есть между вот этим домом, старым греческим, и вот это, который не хрущевка, правда, но это уже здание, которое израилетяне построили как раз после основания государства Израиля. Да, основание государства Израиля это сорок восьмой год, так что эти дома стали строить в пятидесятые годы. Ну, таких у нас очень много домов, прямо скажу. Да, но это поменялось, сильно поменял характер, вот и опасность, и дело в том, что мне надо вам секрет сказать. Вот эта улица прекрасная, можно ее опять панорамно так показать, и здесь тоже, потому что сейчас уже темно будет. У меня вот этот вид для меня, это вид детства, потому что мы здесь всегда пешком ходили по дороге к нашей дяде и тете, которые живут в этих... Хрущевках. В хрущевках. Вот как раз неподалеку от того места, где мы начали сегодняшнюю съемку. Да, да, да. Я никак не могу распрощаться с этим домом просто. Понятно, и они просто говорят, что есть большая опасность, и что хотят этот район просто полностью менять его характер. Да. Построить здесь большие магазины, отели, ну, сейчас из-за ковида никто этим не занимается, но опасность есть, то есть... Как только будет возможность, понимаете, в Иерусалиме очень дорогая земля, мы уже не устаем это говорить, но это действительно так, и поэтому при первой же возможности, конечно, застраивают. Вот посмотрите, еще какой домик окошком на нас светит. А за ним уже вот такой тоже современный, как бы, да, коробка-коробкой. Вот такой контраст. Ну, это у нас во многих старинных районах такой контраст, поэтому неудивительно. Но, знаете, я когда гуляю глазом, выхватываю то, что мне нравится. А то, что не нравится, я не вижу. Такой вот мой способ. Как сказал Рафаил, ну, что у нас сегодня экскурсия по котам, ну, а почему бы не по котам? Делайте скриншоты, господа, я позирую. Вот такой уютный-уютный вечер опускается на Иерусалим. Очень люблю Иерусалим вечером, особенно зимним. Потому что не жарко, приятно гулять. Еще и старинные дома, фонари, уютные сады. Такая у нас с вами сегодня атмосферная прогулка получилась. Вот мы уже приближаемся к концу вот этой прекрасной улицы. Это улица Ефимия или улица... Для нас пусть будет улица Ефимия. Или улица Иисуса Новина, то, что тоже, в принципе, нормально. Современное название ее, да. Да, да, ее современное. Израильское название. Вот там, кстати, уже виднеется улица Эмикрифаим. Вот она впереди. Здесь еще один уютный греческий домушка стоит. А дальше уже улица Праматери Рахил или Рахель-Имейну. Рахель-Имейну, вот эта улица перед нами, по которой, если идти налево, то придете к Сен-Симон району, где... Греческое посольство. Ну да, потом к монастырю Святого Семена Богопримца, кстати, который и был приходским храмом. Да, здесь на немецкой, то есть греческой колонии свой приходской храм не был. То есть, получается, церковные жители этого района должны были ходить пешком или до монастыря Святого Семена. Это как раз отсюда недалеко, но не совсем рядом. Или в старый город. Итак, несмотря на то, что ни ночное греческое, ни монашеское, да, я знаю, у нас есть монахи, отцы, патриарх и так далее, но народ тоже это и народ, да, несмотря на то, что фактически их почти нету, то есть я имею в виду, что светских греков фактически в наши дни не существует, но, тем не менее, присутствие очень древное. Мы знаем, что даже в библейском периоде были греки здесь, и мы знаем наверняка, что их официальное присутствие здесь, это уже с 4 века до Рождества Христова, то есть со времен Александра Македонского. Тогда и эллинская культура смогла свой вклад принести в жизни людей на Ближнем Востоке. И что это продолжается до сих пор. То, что интересно, что наши палестинские греки, они немножко отличаются от тех греков, которые вы знаете из Греции или из Крита. Их сейчас это порода, которая исчезает, но это обычно люди, которые говорят обязательно по-английски очень хорошо, обязательно говорят по-арабски, просто болтают по-арабски свободно. И, конечно, те из них, которые остались здесь, говорят еще на иврите. Я же вам говорил, что друг моего папы, друг его детства был православный грек по имени Александр. Я помню его, помню его мама, которая была очень набожная гречанка, и они спокойно дружились с моим папой, который был евреем. Да, это такие наши местные греки. Это совершенно особый уже такой палестинский греческий дух, на самом деле так. Так, вот он, уютный домик. Переходим дорогу осторожненько мы. Рахель и Мейну 12. Да, домик номер 12 по улице Рахель и Мейну. Ну вот, мои дорогие, вот возле такого уютного домика мы закончим с вами нашу сегодняшнюю вечернюю прогулку. Так и манит зайти внутрь и выпить с вами горячего чайку. Но, увы, дом не наш, поэтому пригласить внутрь вас не можем. Можем только вместе с вами полюбоваться. Вот тут у них тоже миндаль цветет над воротами, совсем уже вечереет. Так что-то время сказать Калинихта, по-моему. Да, Калиспера, Калинихта, вот и мы в кадре. Мы все-таки здесь маски прицепили, потому что, конечно, у нас штрафуют за без масок. Кто-то нам уже говорил, как вы быстро маски поскидывали в Израиле. Да что вы, мы просто каждый раз, опять же, хотим пофорсить. У нас стражающий локдаун, да. Хотим пофорсить перед вами в начале передачи, поэтому снимаем их. Ну что, мои дорогие, мы прощаемся с вами сегодня. Мы просим вас не забывать наш клуб видеопутешествий ТОПОС. Завтра, в субботу, вас ждет экскурсия по Сиднею в прямом эфире Австралии. Нас ждет Татьяна Вольфман. А в воскресенье нас будет удивлять чешским сказочным замком наша Сандра из Праги. Только мы в этот раз будем не по Праге, а будем смотреть за ног Канапиште. Дорогие, всего самого-самого вам хорошего. До встречи завтра на утреннем кофе. Доброго вам вечера. До свидания. До свидания.